Здравствуйте, уважаемые зрители Эрмитаж Онлайн! Наш выпуск выходит 6 апреля 2021 года, вот прошел еще один год, сегодня 501 год со смерти Рафаэля Санти, сегодня же день его рождения, сегодня 6 апреля выставка «Линия Рафаэля» 1520-2020, которая проходила вот в эту 500-летнюю годовщину, уже закрыта. Мы снимаем наш выпуск в ее последние дни, и наш последний выпуск диалогов Рафаэля заканчивается тем же, с чего они начинаются, а именно диалогом двух кураторов. Мы с Зоей Владимировной Курцовой обсудим сегодня результаты выставки, что у нас получилось, что нет. Зоя Владимировна, ну вот давайте вспомним, может быть, как вообще все это начиналось. Часто спрашивают, когда же все это началось? Мне кажется, что это начиналось как-то очень давно, особенно это было связано, конечно, с работой, задумкой с фресками, но на самом деле уж даже и не вспомнить, когда это начиналось, и не зафиксировать эту мысль. Я только помню, когда уже все понеслось, когда уже это было в таком напряженном клубке, ну, наверное, лет пять мы уже работали плотно. А я даже помню конкретное событие, вот как мы с вами ехали из Италии, причем независимо друг от друга, на двух фургонах сопровождали разные эрмитажные экспонаты, встретились вместе, водители решили, что вместе веселее ехать. Вот мы ехали вместе, это был 2016 год, и встретились вот эти наши караваны эрмитажные в Альпах на границе Италии и Швейцарии, там была такая остановка, и вот мы сидели, придумывали выставки, да, такое любимое развлечение эрмитажных сотрудников, придумывать выставки. Пока их не реализуешь, это весело. И вот мне кажется, тогда как раз такая первая мысль, ну вот, я ее помню, возникла, причем интересно, что я помню, что я ехал с выставки, которая была защищена влиянию Пьера де Ла Франческо на искусство до 20 века, и как раз я вез эрмитажную картину 20 века обратно, и, возможно, это вот тоже было каким-то одним толчком. Ну, я ехала с выставки Коррэджи и Пармиджанино, и везла портрет Антонио Коррэджи, тот самый женский портрет, который на нашей выставке, и там тоже был разговор о взаимосвязи, о влиянии двух художников Коррэджи на Пармиджанино, и потом это все проходило в Скудере и Дель Кверинале в Риме, в выставочный центр, который занимается крупными проектами, и Леонардо планировали Рафаэля, Поэтому, конечно, мне кажется, так сложились обстоятельства, и звезды выстроились, что надо было встретиться. Да, ну, в общем, вот пять лет, четыре-пять лет, на самом деле, не так уж много для такой большой выставки, тем более, что мы, в общем, оба много еще, чем занимались за это время, и другими выставками и так далее. Ну, вот как вам кажется, вообще удалась выставка, не удалась, и если удалась, все-таки будем считать так, то что на ней из того, вообще, что хотелось, вот более всего удалось? Мне кажется, что, на мой взгляд, с точки зрения хранителей или атрибуции, удалось первое. Кроме того, что выставка понравилась публике, мне кажется, что мы сейчас, вот особенно я, укрепились во мнении касательно каких-либо неусочевых атрибуций, когда мы были где-то неуверены говорить школы или мастерская. Вот теперь, по прошествии четырех месяцев, и вообще предыдущие работы, связанные с каталогом, с атрибуциями, с подготовкой произведений к выставке, но теперь сомнений не осталось, теперь наоборот, настолько уже сами верим в то, что происходит, что разувериться будет очень сложно. Но это касается, опять же, фресок, говорили о школе, а теперь совершенно точно уже можно утверждать, что это мастерская Рафаэля в год его смерти, а дальше будем спорить со специалистами. А мне кажется, что то, что наиболее удалось, это сам тип выставки подобной воплотить, потому что такая выставка достаточно необычная для наших широт, и была неуверенность в том, что это будет работать, что это будет понятно зрителю, что это вообще будет действительно все работать, потому что одно дело раскладывать картинки репродукции в компьютере, их сопоставлять, и тебе кажется одно, а когда они все-таки вживую, и вот этот диалог как раз между произведениями выстраивается или не выстраивается, вот такая проверка, и мне кажется, мы ее прошли удачно, переломили в том числе даже и некую инерцию зрителей, потому что у нас, как обычно, думаю, что выставка, ну это просто выставка неких картин красивых, ну вот ты приходишь на них, смотришь таким блуждающим взором, ну и идешь себе дальше. Да, читать не нужно, ну или чуть-чуть прочитаешь, там биографическую справку, вот такое easy viewing, так сказать. А здесь, ну сразу зрителю понятно, что что-то не то, во-первых, слово «Рафаэль», да, «Рафаэль» это и почти нет, и первые как раз отзывы про выставку были такие вот скорее негативные, что «А где же Рафаэль?» А потом зрители стали втягиваться, втягиваться, вот мне кажется, может быть, благодаря и видео, которое мы снимали, потому что действительно вот подходили люди на выставки, говорили, что вот мы смотрели видео до выставки, после, потом приходили еще раз, и вот такая постепенная работа выстраивалась. Постепенно зритель втягивался, начинал понимать, и вот действительно приходил несколько раз на выставку, понял что-то в первый раз, не понял многого, да, потом пришел еще раз. Мне кажется, что вообще выставки и должны так действовать, немножко тянуть к себе зрителя, может быть, немножко идти наперекор ему, но в конечном итоге все равно все останутся довольны, потому что когда ты получаешь больше, чем ты ожидаешь, это всегда приятно. Да, но я согласна с тем, что вот этот страх и коллеги критиковали. У нас в голове сложился стереотип, мы понимаем, вот источники связаны с Рафаэлем, самого Рафаэля нет, но мы знаем, откуда это идет, но насколько это будет понятно публике, а может быть, уже это не очевидно совершенно, и такое обилие картин и обилие графики, оно должно отпугнуть от этой выставки и совершенно не позволить как-то углубиться, может быть, в тему, но получается совершенно наоборот. Меня это очень удивило, потому что я не ожидала, что настолько быстро произойдет погружение зрителей, что зрители будут смотреть диалоги, что это будет иметь такой широкий отклик, что диалоги смотрят до и после. Огромное количество вещей, которые, кстати, критикуются многими, особенно специалистами, что вот мы здесь намельчили, уплотнили все эти вещи, но это обилие вещей позволило зрителям непосредственно уже настолько углубиться и наоборот как-то получить больше удовольствия, чем получал удовольствие, может быть, специалист, который просто видел картинку. Но вот мы стоим сейчас в таком углу, который связан с Нидерландами, Фландрией, и здесь очень много картин и произведений на один квадратный сантиметр. Но на самом деле это и дает возможность пропустить через себя все эти источники, понять и постоять даже у тех вещей, которые не выходили к публике никогда, и до сих пор они у нас неизвестные мастера. И не в этом дело, а дело в том, почему эти неизвестные мастера на выставке. Вот это, кстати, очень привлекало публику. Я заметила, что даже не так, как известные художники, а более вот такие вещи, наверное, второго круга, они пользовались очень большим успехом. Ну да, поскольку они зачастую более наглядные, может быть, более прямо копируют Рафаэля, и поэтому этот диалог более нагляден. Выставка подходит к концу. Выставка получилась замечательная, очень интересная. Наверное, можно ее назвать «Исследование». Выставка, которая побуждает к размышлениям, которая заставляет искать какой-то материал и искать ответы на возникающие вопросы. На выставке было большое количество посетителей. И если в целом о посетителях так представить, то их можно разделить на две группы. Одна группа – это посетители, сознательно пришедшие на выставку. Они знали, куда они идут, что они увидят. Эти посетители очень внимательно читали все аннотации и к разделам выставки, и к отдельным экспонатам. Задавали вопросы. Главный вопрос, конечно, был по поводу прекрасной садовницы, которая, к сожалению, не успела на нашу выставку. И также были вопросы по поводу наших картин Рафаэля, почему они не представлены на выставке. Ну, здесь приходилось объяснять и отстаивать правоту кураторов. И, на мой взгляд, это была совершенно правильная мысль – не приносить сюда наши картины Рафаэля. И я всегда посетителям советовал после того, как они ознакомятся с выставкой, пройти в зал Рафаэля и посмотреть на подлинного Рафаэля, так сказать, прикоснуться к первоисточнику и уверял, что вы увидите их новыми глазами. Другая категория посетителей – это люди, купившие билеты по первому или второму маршруту и оказавшиеся на выставке. Часть из них также увлекалась и останавливалась здесь. Что касается внимания, которое посетители уделяли, то, помимо ожидаемого, это, конечно, ферстки, Джулио Романа и декоративно-прикладное искусство. К удивлению, очень большое внимание вызвало тайной вечери неизвестного нидерландского художника. Я попытался понять, в чем же здесь дело, и думаю, что в первую очередь в литературе, потому что пытались посетители разгадать, кто есть кто, посчитать всех апостолов. Конечно, всем очень интересно, где Иуда и как он выглядит, поэтому я думаю, вот это была главная причина. Ну, а если ее внимательно посмотреть, то, конечно, влияние итальянское мы там можем найти, которое мастер через гравюру пытался как-то перенести на свою северную почту. Если говорить о моих личных впечатлениях, то, конечно, самое сильное – это ферстки, потому что эти ферстки 150 лет молчали. И вдруг сейчас на наших глазах они стали оживать, они заговорили. Мы увидели прозрачные, легкие краски, подлинную живопись XVI века. Мы увидели этот дивный, пленительный пейзаж, на фоне которого происходят события. Стало возможным представить, как эти ферстки выглядели в лоджиях, и как выглядел палатинский холм, покрытый садами виноградника. То есть это просто чудо. И, конечно, на память приходит стихотворение Пушкина. И краски чуждые слитами спадают ветхой швухой. Создание гения пред нами выходит прежнюю косой. При том, что Пушкин написал это стихотворение по поводу нашей картины «Мадонна с Безбородом Иосифом», то здесь получается вообще круговорот. Эрмитаж, Рафаэль, Пушкин. Или Пушкин, Рафаэль, Эрмитаж. Опять вот эта тема, круга, которая присутствует в творчестве Рафаэля. Вообще вот тот сам факт, что ты не просто смотришь на произведение, а вот часто рядом у тебя тут вот такая целая парта, как будто бы на которой и текст пояснительный, и какие-то дополнительные изображения. И ты должен их, например, сравнивать. Зрители даже не всегда привыкли сравнивать изображения. Зачастую привыкли просто воспринимать как набор отдельных картинок. А здесь вот именно все время тебя понуждают к этому. Вот сравни тут, найди пять различий, десять сходств. И вот это, да, сначала тебе это не нравится, а потом тебе это втягивает. А потом элемент игры начинается, и ты уже не можешь остановиться. Я понимаю, что в концертном зале, когда прошло примерно уже два часа после прогулки по выставке или разговора о выставке, тебе еще, ты еще примерно сказал только половину, и тебе есть еще что сказать очень много, но выставка либо закрывается этот вечер уже, либо просто нет сил, не нужно сделать перерыв. Но действительно, мне очень импонирует вот эта идея, что еще есть что сказать, и зритель готов слушать. а не уже устал, и надо бы закончить. Да, и приятно было также, что от зрителей ты получал тоже какие-то обратные связи, и какие-то идеи свежие. Ну и от критиков тоже, которые, в общем-то, такие самые профессиональные зрители, наверное. И вот иногда читаешь там критическую статью, и видишь там какую-то идею, которая к тебе в голову не пришла, а вот критик ее заметил. И это продолжение выставки, да. Ну или вот, например, Леонид Парфенов снял выпуск про выставку, и там упомянул про этот всеми любимого Учетича, который такая спорная и специально спорный экспонат на выставке. Знакомые слали там разные картинки в WhatsApp, что а вот тут, а вот там. У нас вообще тут расставлены такие ловушки, как для зрителей, которые, понятно, что выставка большая, действительно трудная, и требует вот труда ее посмотреть. Поэтому зрителю надо давать какой-то роздых. И вот, например, там, как те же самые эротические гравюры Пикассо, которые тоже, конечно, всех цепляют. Ну вот они там тоже как раз там ближе к концу уже, чтобы немножко от этих Мадонн отдохнуть. Да, мне кажется, что у нас здесь очень насыщенная часть экспозиции есть, на которой мы, например, очень много, долго можем говорить, рассматривать каждую вещь. А есть такая часть экспозиции, которая, ну, условно сделана для отдыха, чтобы немного перевести дух. И вот XVIII век, особенно касающийся Франции, в нашем разделе, он как будто бы вот так получился, чтобы немножко перевести дух и с новыми силами уже поговорить о XIX и вообще о серьезном. Ну, собственно, они от Рафаэля действительно уже устали и отдыхали в это время, так что это вполне все оправдано. Ну вот часто спрашивают, вот как же вот эта пандемия, вся эта сложная ситуация повлияла на нашу работу, вот с Вашей точки зрения, как? Мне кажется, что в большей степени положительно. Во-первых, ну, мы как-то смогли и дома поработать, и сосредоточиться на этой работе научной. И мне кажется, что посетителей, которые приходили на выставку, их было очень много, но они не переполняли музей, и главное, не мешали туристам. Те, которые просто насквозь проходили обычно Николаевский зал. Конечно, повлияла пандемия и отрицательно, потому что не все участники до нас доехали, но мне кажется, что у нас есть еще редкие совершенно удачи, которые и отчасти связаны с пандемией, потому что мы сомневались в том, что вещи до нас доедут, и отчасти они, может быть, в других бы обстоятельствах не смогли бы к нам приехать. И в первую очередь мы стоим сейчас у Мадонны перед чашей с причастием Энгра, и, мне кажется, эскизы Васнецова в Рубеле, которые Третьяковская галерея предоставила. Это совершенно исключительные вещи. И вот такая витрина с Ивановым, это, не знаю, мне кажется, что, может быть, пандемия внесла какие-то коррективы, но при этом у нас так много участников, которых даже мы не предполагали увидеть, и мне кажется, что настраивались даже на более серьезные сложности о Британский музее, Альбертина, и частные коллекционеры, и Национальная галерея, которая дала огромную вещь, и все это было смонтировано. Мне кажется, что это очень большой опыт. Да, вот мне тоже кажется, что, в общем, действительно, по большому счету, все удалось. Конечно, были опасения, что вот пандемия сейчас все рухнет, но, в общем, ничего этого не произошло. Да, ну, как все уже знают, не доехали две картины из Лувра, но одна из них, прекрасная садовница, все-таки есть большие надежды, что доедет отдельно, и это будет еще один повод вспомнить Рафаэля и посмотреть вот уже со знанием, полученным на этой выставке, вот уже на картину Рафаэля. И даже, может быть, интересно, что это будет не одновременно, когда вот здесь много всего, и Рафаэль в начале, и там может как-то смешаться в такое неразобранное впечатление. А вот зрители, которые побывали на этой выставке, получили некое впечатление, знание, потом вот они увидят этого приехавшего Рафаэля, и это будет такое отдельное переживание, но вот уже с опытом этой выставки. Это, в общем, интересно. И действительно, да, у нас 12, помимо Эрмитажа, собраний, и частных, и не только. Что касается ограничений по посещению музея, да, вот они тоже кажутся досадными, и часто вот какой-то день там, выходные, нет билетов, и тебе, наверное, все пишут, звонят и говорят, что же делать. И с одной стороны, да, в этот момент досадно, и кажется, ну как же так. Но с другой стороны, когда приходишь на выставку, видишь это количество народу, действительно много было людей на выставке, но вот не чересчур, это вот те, кто рассчитывали эти нормы посещения, они, в общем, кто угадали, что вот было много народу, то есть нельзя сказать, что выставка пустовала, много народу, но не чересчур, в общем, все можно было посмотреть. А вот если бы этих ограничений не было, можно себе представить, что бы тут было, и, в общем, это сильно было, испортило впечатление от выставки для тех, для ее посетителей. И, в общем, не исключено, что эти, на самом деле, ограничения даже в какой-то мере останутся. И в этом будет, я думаю, даже своя логика, ну вот особенно в случае вот таких больших, сложных выставок, это, в общем, даже, можно сказать, что и правильно. Ну, мне бы хотелось, как хранителю, чтобы ограничения сохранились, потому что, действительно, это возможность дать посетителям насладиться и выставкой, и постоянной экспозицией, и, в том числе, и возможность произведениям просто дышать. И поэтому, мне кажется, это было самое, самое удачное решение, именно такое число участников, посетителей выставки. Ну да, а если вот возвращаться к экспонатам, то, действительно, вот приехала, и вот, не случайно, мы в этом последнем зале концерта, который посвящен искусству 19-20 веков, и здесь, собственно, эрмитажных вещей меньшинство, в основном привозные, из других музеев, ну вот замечательный этот Энгар, на фоне которого мы стоим, но, по-своему, замечательная вот эта работа из Эрмитажа, которая как раз тут висит рядом с этим Энгром, собственно, с единственной Мадонной Энгра в России, и рядом Мадонна Эрмитажная, копия с Рафаэля, но которая, как мы выяснили, в общем, в процессе работы к Энгру имеет прямое отношение, да, что, возможно, это копия с копией с Рафаэля, выполненной самим Энгром и несущей отпечаток его стиля, и поэтому вот это как Рафаэль Энгра, а это Энгр сам, и вот есть возможность сопоставить творчество Энгра и его восприятие Рафаэля вот прямо на двух живых примерах, и вот, конечно, эта вещь тут поэтому оказалась очень к месту и очень заиграла. Ну, я вообще рада, что у нас на этой выставке заиграли копии, потому что к копиям отношения всегда очень такое посредственное, второстепенное, копия – это копия, но у копий бывают громкие имена, к сожалению, у нас здесь нет подписи громкого имени, но тем не менее мы знаем, что действительно она связана с копией, которая в музее Монтабан во Франции, и это повторение работы Мадонны Макинтош, и мы стояли сейчас у двойного портрета, у автопортрета с другом, это еще одна копия в собрании Эрмитажа, копия тоже совершенно уникальная, потому что этот автопортрет с другом не повторялся, и даже для хранителей Лувра это было удивлением, как и для нас, поэтому на самом деле мы совершенно по-другому посмотрели на копийные вещи, и особенно в разговоре, связанном с Рафаэлем, ну и, конечно, подтверждением особого отношения к копиям, мне кажется, еще и выставка в Академии художеств, которая параллельно идет с Эрмитажем. Да, но мне кажется, вот как раз это большое количество копий, это тоже такое движение против течения, против шерсти, и даже такой ответ вот этим расхожим мифам, про то, что в Эрмитаже выставляют копии, да, в Эрмитаже выставляют копии, но мы показываем, что копии очень сильно отличаются от оригиналов, и именно вот этим отличием они у нас и подчеркиваются, что вот это не просто копия с Рафаэлем, а это копия Энгра, да, ну копия с копией Энгра. И да, вот этот портрет с другом не просто копия, а копия исправленная, вот в манере 17 века. Ну, в Академию художеств они немножко иначе поступили, решили представить копии скорее как то, что представляет самого Рафаэля. Ну, такой учебный, скажем, подход тоже возможен, но у нас вот мы старались подчеркнуть именно оригинальность копий и их непохожесть, и, в общем, обучить зрителя тому, что это вообще такое копия. Да, и даже копии мы показываем в Эрмитаже, и фонды наши публики являются на выставках, что вот тоже сейчас очень важно. Кстати, надо сказать, что действительно у нас очень много вещей, которые показываются первый раз на этой выставке. То есть десятки картин, ну и графика, в общем, большая часть. А мне кажется, это вообще уникальная часть нашей выставки. Графика, которая так редко выходит к публике на протяжении четырех месяцев в таком огромном масштабе была представлена. И если живопись у нас есть шанс увидеть чаще, дольше где-то на выставках, вот с графикой, ну это был абсолютно уникальный момент. Да, и поэтому так важны рисунки Рафаэля, которые к нам приехали, потому что вот картины-то вы увидите, приехав в музей, а рисунки это только на выставках. Ну и да, вот если, может быть, переходить к тому, что нам не удалось, ну вот очевидная такая неудача, что ли, это то, что каталог вот у нас не вышел в процессе работы выставки, но я должен заверить зрителям, что он обязательно выйдет уже после ее окончания, и там вот как раз вы можете погрузиться во все эти новые вещи, которые впервые выставлены, он будет очень большой, подробный, и в общем он будет даже больше, чем выставка. И можно уединиться в кабинете и изучать это большое издание, потому что я боюсь даже представить объем этого каталога, потому что вещей много и на выставке, и статьи хранителей, поэтому, конечно, это будет уже такой большой постскриптум, и важный, который останется как важная часть исторической линии Рафаэля. Субтитры создавал DimaTorzok На этой выставке было много посетителей, и мы уже говорили о том, что как раз в самый раз то, что нужно, и мне кажется, что посетители были очень разнообразны, как на любой выставке, отчего сначала было страшно, а потом стало очень приятно, потому что совершенно разные возможности для разговора. Да, действительно, очень разные посетители. Я вот довольно много вел экскурсий кураторских, да, и для самой разной аудитории, профессиональной, и вот совершенно неподготовленные люди. Но, в общем, так, мне кажется, что отклик был практически от всех. Было много детей на выставке, что такое тоже рафаэлевское ощущение создавало. И действительно разных возрастов, явно разной подготовки, но каждый находил что-то свое. Вот, действительно, такая выставка очень большая, сложная и многоплановая, и вот каждый выделял свое. Это очень интересно. Я знаю людей, которые там семь раз приходили на выставку, причем они не искусствоведы, да, просто любители прекрасного. Знаю людей, которые на свой день рождения гостей вели на выставку. Ну, вот помимо такого героизма, были люди, которые просто приходили, но всегда как-то задерживались. И были даже такие случаи, когда я веду экскурсию, но вначале мне человек говорит, что вот, к сожалению, у меня через час следующее мероприятие, я должен буду идти. Я говорю, ну, извините, вот экскурсия два часа. Он говорит, ну, ничего, я незаметно уйду раньше. Ну, и вот в нескольких случаях они не уходили. В процессе отменяли свое мероприятие и оставались до конца. Это, конечно, очень приятно, и это говорит о том, что все это интересно и трогает зрителя. Да, и, собственно, некий вызов этой выставки и задача ее было вызвать интерес к тому искусству, которое на самом деле не очень популярно. Потому что вот у нас на этой выставке нет тех художников, которые вот наибольшее внимание публике вызывают, как Караваджо, Эардо да Винчи или там Гойя какой-нибудь. Потому что вот они не вписываются в эту самую линию Рафаэля. Они такие отдельные художники, очень яркие, очень талантливые и самостоятельные. Но вот такие маргиналы, они больше всего популярны, и вот их имя собирает сразу же толпы. А у нас здесь те художники, которые сейчас немножко в тени, но тем не менее они вот притягивают к себе интерес. И вот это может быть то главное, что получилось привлечь внимание к тому искусству, которое не столь популярно, чем раньше. То есть раньше вот эти художники были центром вообще европейского искусства. Вот вся эта линия Рафаэля, да, вся эта классическая традиция. Это было просто вот Альфа и Омега, а рядом какой-то Караваджо странный. А сейчас вот ровно наоборот. И эта выставка, в общем, возвращает людей к такому традиционному представлению о истории искусства. И то, что это в какой-то мере получается, это, конечно, приятно. Ну, у нас была вообще очень мощная обратная связь. И это поразительно, потому что, ну, может быть, это будет выглядеть как некое хвыставство, но, тем не менее, не так много выставок, которые имеют именно обратную связь, когда посетители пишут, приходят, отзываются, комментируют. Не только книга отзывов работает, да, а комментариев много под диалогами и не таких критических, взятых из ниоткуда, а именно по делу. И это совершенно поразительно, потому что действительно отклик очень мощный, но и в том числе комментариев много, касающихся дизайна, потому что дизайн такая важная составная часть этой выставки. Действительно, и такое впечатление от выставки дизайна во многом создается. Мне кажется, очень удачная работа. У нас был приглашенный дизайнер Огня Стерлигова. Дизайн у такой очень интересный. Действительно, вот вступающий не просто некая красивая развеска, а такой дизайн, вступающий в диалог с содержанием выставки и помогающий его раскрыть. Начиная от этой анфилады, такой затягивающей, но которая вызывает ассоциации с афинской школой, с анфиладой. Судина Рафаэлем, с лоджием Рафаэля, собственно. И при этом выглядит она так современно, ново. При этом все эти арки, они повторяют арки Стасова из Николаевского зала. То есть это тоже такой диалог с архитектурой Эрмитажа, и вот эта современная выставочная архитектура, и, собственно, идея диалога, которая в центре этой выставки. Ну и вот это сочетание цветов, конечно, мне кажется, очень удачным. Такое золото на голубом, как в песне Гребенщикова. Вот такой образ золотого века, рая, ну вот таких высоких материй, с которыми, в общем, ассоциировался Рафаэль. Ну, пространство архитектуры здесь совершенно изменено, и очень трудно увидеть Николаевский зал. И я помню наши споры, особенно с выставочной комиссией, как нужно представить публике Рафаэля или произведения, которые будут на стендах, как их нужно подсветить, какую высоту счетов, и особенно аванс-зал. Ведь аванс-зал — это круг, который начинает, это наш камертон, он начинает разговор об эпохе Ренессанса, об идеальной форме, и стоило нарушить архитектуру для того, чтобы даже ротонда вписалась в эту выставку, и ее не нужно было зашивать, не спорить, она стала таким органичным элементом экспозиции. И я хотела бы отметить еще, конечно, вот эту подсветку совершенно замечательную, потому что наша выставка особенно играет, когда за окнами темно, и когда с потами подсвечены эти люстры, и играют арки, и особенно выделенные акценты расставлены на экспонаты, но это все подвергалось критике. — Да, были дискуссии, и действительно тут такое необычное освещение, вот опять же специальный художник по свету Николай Воробьев этим занимался, оно такое неканоническое, и так, в общем, на постоянных экспозициях, вот, например, обычно делают, например, когда портрет, и он так косо засвечен, и даже вот два угла у него будут темные. — Это невозможно. — И это невозможно, и это неправильно, но вот на выставке, которая временная, мы имеем право на них эксперименты, и вот, на самом деле, вот такое живое, немножко театральная подсветка, она оживляет работу, и вот особенно в случае с портретом, вот, например, с Кареджа, мне кажется, очень хорошо работает, и, в общем, меня это напоминает такие, вот как подсвечивали лица актеров, актрис в 60-е годы, когда вот так только глаза, значит, часть лица высвечена, остальное все в тени, но это создает такую динамику и живость этого образа. И, в общем, вот сейчас у нас съемочное освещение, у нас люстры зажжены, но во время работы выставки они были выключены и подсвечены, и вот тени от этого хрусталя, отблески создавали тоже такое мистическое, торжественное настроение на этой выставке, и, в общем, может быть, и поэтому тоже из нее не хотелось уходить, только вот здесь творилась эта и магия света в том числе. — Совершенный театр, игра, игра декораций света, игра в Рафаэля, игра в аналогии, и мне кажется, что это затягивает очень надолго, и мы еще с этим не расстанемся на много лет. — Ну, собственно, мы и не заканчиваем, у нас многое впереди, то есть выставка-то закроется, ну, во-первых, выйдет каталог, и это будет новый повод встретиться с зрителями выставки, с будущими читателями каталога, как-то его представить. Мы продолжим снимать даже наши видео, они уже, правда, будут не под лейблом «Диалоги Рафаэля», а после Рафаэля, сколько-нибудь уже после выставки, ну и какое-то время это продлится, потому что не все вошло, о чем бы мы хотели сказать, и не все вошло в выставку. И как раз мы расскажем, может быть, в первую очередь, о тех вещах, которые есть в Эрмитаже, но которые связаны с Рафаэлем и не вошли в выставку, но которые всегда можно увидеть в постоянной экспозиции, и которые после выставки можно продолжить это путешествие. Выставка в целом, конечно, останется в памяти, и жаль уже, что она заканчивается, но у нас впереди Альберт Дюра, другой великий мастер этой же эпохи, тем более они с Рафаэлем друг о друге знали и обменивались рисунками, и поэтому диалог продолжается. Ну и, конечно, будем ждать возвращения тресок в основную экспозицию для того, чтобы можно было ими любоваться. Ну и, конечно, у нас, в общем, выставочные планы активны, и в том числе в этом году, и даже вот в этом месте. Да, буквально через полтора месяца здесь будет две выставки, в данном случае в Николаевском зале мы находимся, здесь будет выставка произведений средневекового искусства итальянской готики из Национальной галереи Умри из Перуджи. Это будет совершенно уникальный проект, такого Россия, в общем, не видела. Не видела Рафаэля такого, и она не увидела, не видела ранее такой выставки из Италии, потому что это будут деревянные алтари, кресты, распятия, я не знаю, готические формы, совершенно потрясающе. Все это на дереве, что крайне редко приезжает к нам. И, ну, в нашей коллекции есть ранняя Италия, но ее не так много, и у нас будет возможность просто на нее посмотреть совершенно особым взглядом. Да, интересно, что вот если наша выставка, она посвящена искусству после смерти Рафаэля, вот эта выставка из Перуджи, города, тесно связанного с Рафаэлем, в котором он работал, это как бы традиция до Рафаэля. И вот как раз, условно говоря, эти две выставки в этом одном месте, друг другу, следующие, составят такие два, такой диптих вокруг Рафаэля, вот после Рафаэля и до Рафаэля. Да, из Перуджи у нас очень большие планы, и очень надеемся, что и Перуджи, научитель Рафаэля, тоже со временем приедет к нам, но это будет не сейчас, а чуть позже. То есть вот эту выставку сравнивали с школой, с такой академией, потому что действительно здесь как будто парты вот эти стоят, и действительно очень много информации, и можно приходить на нее учиться. В общем, это Эрмитажная такая выставочная академия продолжится, итальянская академия. Безусловно, будет продолжена работа по реставрации фресок. Да, это будет самый важный сейчас проект, потому что реставраторы со свежими мыслями, взглядом, руками, уже истосковавшиеся по фрескам вернутся, и, конечно, мы будем ждать завершения реставрации Венеры и Адониса, того самого интересного места, о котором мы говорили в связи с картоном, и, конечно, мы будем, я думаю, спорить еще очень долго относительно пейзажа и Венеры, и что же делать. И даже есть такое предложение сделать реставрационное заседание открытым онлайн, для того, чтобы публика могла слушать и участвовать в голосовании. Какая смелость! Вот я помню, какие дискуссии были по поводу того, выставлять ли вещи в процессе реставрации. Мне кажется, то, что мы все-таки их выставили в процессе реставрации, это большая удача, и это всем очень понравилось, и всем было интересно. А теперь вот уже готовы обсуждать? Готовы участвовать, публика просто смотреть, какие решения будем принимать относительно именно этого пейзажа. Так что даже открытость, Рафаэль открывает как бы музей миру. В общем, следите за анонсами, выставка завершена, но многое еще впереди. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне кажется, это конец. Нет. Ну, вот это все было при жизни наших героев. Что же было впоследствии? Линия Рафаэля и линия Дюрера обе существовали и были вполне независимы. независимы. Да, они существовали параллельно, иногда соединяясь в творениях каких-то мастеров. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ